добрый день это яков файн из нью-йорка сегодня 16 мая 2020 года вот такой вопрос я получил в комментариях это после того как я снимал видео в котором я гулял по городу у меня были в ушах вот такие вот наушники вот такие вот вот такие наушники и мне написали а почему у вас наушники не airpods ну просто телефон iphone часы и watch а наушники другой фирмы не по-американски как-то первых я не ношу часы эти вот и плоские телефоном не действительно iphone а вот почему наушники не airpods которые тоже и плоски во верх что значит не по-американски я не очень понимаю почему это должно было быть по американски но это такой казалось бы простой вопрос он поднимает такую интересную дискуссию вернее может быть началом такой дискуссии у каждого человека есть свои какие-то понятия на что правильно тратить деньги всем не рассказать что вот это он правильно тратить деньги этот неправильно тратить деньги деньги его деньги не украл тратит как может как хочет и в связи с этим хочу сказать что airpods наушники вот беленький которые в уши вставляют и палочки торчат они стоят 250 долларов у нас 250 долларов когда я покупаю что-то я смотрю на то что может этот продукт делать и возникает вопрос а может мы его найдем кстати этот продукт давайте-ка мы его поищем и возникает вопрос нужны мне эти фичерс фичи до airpods которая есть в этом продукте или я ими пользоваться не буду да ну-ка давайте зайдем сюда apple про мы не пойдем а кстати они по 159 долларов извините извините то про за 249 ну вот возьмем какие фичи у них есть кастомайзабл фит можно подогнать не верю то есть пока до сих пор все наушники которые приходили от apple вот эти вот джо airpods которые в уши вставляют эти пластмасски к моим чудным ушкам не подходят мне не нравится мне нравится вот такая вот мягкая штучка чтобы было да сменная причем active noise cancellation она они убирают шум да мне не нужны когда мне надо было 10 лет назад для перелетов через океаны моря и реки чтобы у меня был но из кэнселинга но из кэнселинг это убирает шум извне я купил себе такие приличные наушники вот ведь они уже стали немножко даже отрываться боссовские называется quiet comfort 15 15 quiet comfort 15 вот они работает шикарно включил их бум сразу стала тишина в самолете когда я ответ наушники одеваю то полет проходит менее как бы ты меньше устаешь от полета потому что нет этого постоянного гула 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 у этих но из кэнселинг у них есть такая какая-то технология где они скажем идет волна вот так шумовая они под нее автоматом генерирует волну которая идет вот так волна на волну и короче становится тихо у меня для этих целей есть когда я гуляю на улице в наушниках я слушаю обычно какой-нибудь подкаст или радио новости вот такое меня не интересует качественная музыка меня ни в коем случае не интересует noise canceling если где-то будет проходить автомобиль и будет сигналить я хочу услышать это мне не надо чтобы было тихо понимаете я хочу быть involved я хочу участвовать в движении поэтому это не то что не полезно это вредная фича адаптивы и кю не знаю эквалайзера наверно не знаю h1 чип вообще не знаю о чем речь даже не хочу смотреть сири is always on вот этот помощник где-то там alexa где-то сири да вообще до фонаря никогда не пользуюсь сири не надо мне свет он уже известен от пота предохраняя тебя и от воды я особо не потею у меня ушки такие что не потеют да и я под дождем ну может быть гуляю ну да ну короче не не годится в общем ничего здесь мне не надо просто ничего более того эти отдельные палочки и они не то что она неудобная в ухе она еще может выпасть у меня я ее потеряю а в этих вот они связаны его так за шею закидываешь и все нормально стоят они 20 долларов на амазоне все даже если с ними что-то случится выброшу их может 25 долларов я не помню короче говоря 249 долларов я не осуждаю людей которые их купили или про а кстати они те вам показывал мы я обсуждал про за 249 да афе вместо того чтобы смотреть фичи вот этих да так тут еще хуже просто вообще ничего нету непонятно демоном ну вот так вот я могу потратить 159 долларов 199 долларов 249 долларов я могу потратить их в ресторане в хорошем ресторане в дорогом красивый вкусный ужин с женой или еще с кем-нибудь с винишком с хорошим услужением не на это не жалко она вот тут мне жалко мне жалко называйте меня жадным каким угодно но если ты покупаешь весь ты должен пользоваться этими фичами понимаете когда-то я любил аппаратуру я следил высчитывал оу динамики оу какие там низа оу от 20 герц до 20 килогерц должно быть и не меньше и надо платить большие деньги за это а потом я начал читать оказывается с возрастом ты уже не слышишь этот диапазон и все то что ты слышишь может быть там от 100 герц скажем до 15 тысяч зачем ты тратишь лишние деньги или компьютеры кстати кому компьютер вообще-то у меня хороший но тоже не супер не не самый самый топовый вот я этот покупал компьютер у меня macbook pro я купил я сделал себе набор чтобы тоже чем я действительно пользуюсь меня один терабайт не диска ssd это плата там ничего не крутится никакого диска не крутится ссд я добавил вместо того чтобы обычно здесь на это полезно нет шума вот и быстрее работает понимаете 1 терабайт не нужен качественный экран тут экономить не надо на рейтинг дисплей 15 дюймов у меня памяти достаточно все но только то что надо а процессор так я не взял самый какой-то ай даже не знаю какой там был вот когда вот эти вышли это у меня 2016 2000 года 18 года я думаю не этот лаптоп там был уже какой-то процессор чуть выше чем мой но сразу скачок сын зачем он мне нужен этот процесс если у тебя будет лап на память можно потратить чуть больше на процессора не надо поэтому у нас здесь возвращаясь к айподу к airpods у нас это не статусная вещь у нас iphone не статусная вещь понимаете поэтому надо брать то что надо вот все вот поэтому я не ношу ipod а то что это америку все американцы так делать и не все так это я даже очень не рассматриваю такого понятия как все американцы нет и делаю то что хочу это же считаю правильно и вам того же желаю так следующая темка которая хотел бы обсудить я ее назвал я ее назвал пионер миллионер миллиардер триллионер давайте пионеров опустим это дети у которых нет денег да а мире миллионеры миллионеры это те у которых есть деньги сколько уже у нас есть миллионеров в соединенных штатах америки есть разные методики подсчета но если брать чистых миллионеров имеется ввиду не считать стоимость жилья там дорогую машину это все не считать нет ворс то есть если есть скажем есть семья и у них есть миллион долларов которые они могут предъявить буквально там завтра послезавтра а именно то есть в банках лежат вложены в акции которые можно продать еще куда-то вложены но можно их превратить в деньги быстро это не то что жилье твоя квартира и твой дом которым ты живешь ну продажь ты его и где будешь жить так вот людей у которых есть помимо базовых нужд миллион людей от хаус холд домовладений скажем так в штатах не то 500 тысяч не то 600 тысяч вот это миллионеры столько человек есть другая методика когда и когда считается и дом тоже так те тогда вообще получится миллион 12 миллионеров ну давайте это не брать 500 600 тысяч миллионеров есть то есть это массовое явление это не то что это не то что какой-то редкий случай у миллионер пошел это это уже не так так что если вы до сих пор пытаетесь заработать свой первый миллион то конечно немножко отстали уже весь мир и все прогрессивное человечество уже бороздит просторы как вы понимаете дальше уже пошли миллиардеры и кстати я как все время говорю я знаю что в русскоязычной прессе есть такой термин он долларовый миллионер и ну то есть я конечно говорю о долларах только доллар но то есть конечно более круто и быть миллиардером миллиардер их уже не так много ну конечно не стыдно выйти там в тусовку какую-нибудь если у тебя есть миллиард долларов да ну казалось бы фантазия на этом должна закончится до тем еще можно быть умели если ты уже миллиардера если у тебя еще и штук двадцать-тридцать это все круть ну скажем у нас там мэр бывший мэр блумберг майкл блумберг 65 по моему миллиардов это что мало не так круто билл гейтс которого вы все боитесь потому что он придет к вам домой ночью и завакцинирует пока вы спите вот или кто там еще джо джефф бэзис джефф бэзис это глава и создатель амазона и вот что вчера прошло дата кстати давайте напишем эту цифру этого 1000 да нет еще и знак доллара мы ставим знак доллара впереди вот это 1000 поднимите руку если у вас есть 1000 долларов сейчас немедленно опустите теперь миллион еще три нуля добавим может быть давайте у нас в америке тут через запятую они вот миллион долларов еще как-то можно представить правда а вот давайте еще три нолика добавим это уже миллиард долларов ну как вам эта цифра вы посмотрите вы уже по вы понимаете что с ним можно делать я нет я нет поэтому у меня нет миллиарда но если будут а если триллион раз два три еще есть вот это триллион долларов на сегодня нет ни одного человека у которого есть триллион долларов есть компании которые стоят триллион долларов то есть market value этой компании триллион долларов по моему у apple стоимость триллион долларов но я хочу вас обрадовать хочу вас обрадовать через шесть лет примерно может раньше может чуть позже появится человек у которого будет триллион долларов то есть учим новое слово учим новое слово триллионер то есть я вам почему-то говорю чтобы вам было куда стремиться если вы думаете что вы уже все имеете нет вам надо стремиться вот туда вы может не станете триллионером но Ну, окей-то, да, ну, хотя бы вот здесь, ну, или вот здесь, хотя бы. Ну, окей, нет, хотя бы сколько? Ну, 100 тысяч, вот так хотя бы. Хоть такую цель сделать, но вы думаете о том, чтобы стать триллионером. Вот, и смотрим, и читаем статечку. Джефф Безос из Амазона, о котором я только что говорил, could become, может стать, world's first trillionaire, может стать первым в мире триллионером. Ну, то, что many people aren't happy about it, и многие об этом, многие недовольны этим, люди, ну, это понятно. Кто же ты доволен, когда у кого-то деньги есть, а у тебя нет? Ну, конечно, будешь недоволен. Человеческая натуральная одинаковая везде, будь то в вашей стране, в моей стране, где угодно. Ну, вот так и так. Так, в общем, есть некая компания, которая деньги считает чужие. Она, вот, они в частности сказали, что скоро, скорее всего, первым в мире триллионером будет амазоновский основатель и chief executive officer Jeff Bezos. А по их проектам, если он будет движется с такой же скоростью, если его богатство будет увеличиваться с такой же скоростью, как сейчас, а он, его богатство росло примерно на 34% годовых, каждый год в течение последних пяти лет его богатство увеличилось на 34%. Вот они сказали, что если так будет продолжаться, а у него сегодня каких-то жалких 143 миллиарда, то в 2026 году он станет триллионером. Я лично буду за него очень рад, честно. Говорю вам без всякого ехитства, без какой-то подковырки. Он сделает мою жизнь лучше и легче. Так как классно работает Амазон на продажу товаров, на ревью, на доставку, на надежность, на возвраты, на то, что Амазон вообще, это была первая компания, которая предоставила свою платформу для продажи конкурирующих продуктов. Вы, может, не помните, но 20 лет назад они только книжки продавали, мы у них книжки покупали. А потом они придумали такую вещь, кнопочку добавили, сказали, хочешь свою книжку продать здесь? Все обалдели. Это же книжный магазин. Они должны свои книги продавать, а не тебе давать платформу, чтобы ты продавал книги у них. И да, они дают тебе место. Давай свои продавай. Да, они сказали, мы будем брать с тебя комиссионные, конечно же. Но сама идея была такая революционная. В моем магазине продавай свои вещи, которые будут конкурировать с моими же вещами. Эту же книгу я могу купить либо у Амазона, либо у конкурента. Какого-то маленького Джош Мо, который мне продаст ее, может быть, дешевле, надеюсь, и дало. И рейтинг, и все, и платформа, и возврат, и все работает. Одним словом, они сделали классный продукт. Я уже не говорю о том, что они еще в софтвере делают хорошие вещи. Всякие клауды, места, где можно свои сервера стартовать, наращивать, уменьшать. Туда ходить не будем. Одним словом, молодец, Джей Везос. И я ему желаю всего хорошего. От чистого сердца. Пусть он богатеет, пусть он станет триллионером, а какая цифра дальше, я даже уже не знаю, квадриллионером, наверное. Кем хочет он будет стать. Моя жизнь стала лучше благодаря Джеффу Безосу. Он, кстати, женат. А у него был разводик. Это, наверное, его нынешняя жена, я так думаю. Предыдущей женой он развелся. Как вы думаете, сколько он ей отслюнявил во время развода? Вы не поверите. Тридцать миллиардов долларов. То есть эта женщина его оставила, или он ее оставил, они разошлись, красиво, и он ей тридцать миллиардов долларов отписал. А вот теперь скажите мне, наверняка среди тех, кто меня слушает сейчас, есть разведенные люди. Вы своей половине оставили тридцать миллиардов при разводе? Долларов нет. То-то же. Поэтому давайте снимем шляпу перед Джеффом Безосом. Пожелаем ему счастья в личной жизни и дальнейших успехов в работе. Теперь еще одна темка на сегодня. Произошло непоправимое. Ранним утром к сенатору Ричарду Борру постучали. Это были ФБР. А это, ребята, плохой признак. Когда ФБР стучит к вам рано утром, это плохой признак. Они пришли, и что они попросили? Они попросили телефон. Смартфон. Телефончик Ричарда Борра. Они его конфисковали. Причем они сделали это. Вы понимаете, что прийти утром к сенатору Соединенных Штатов Америки и что-то попросить, это надо иметь, как говорится, болс. То есть надо иметь железные яйца. Они наверняка заручились всеми, 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 всеми одобрениями, разрешениями до уровня генерального прокурора на вот это. Зачем им нужен был телефон? Вы можете сказать или заподозрить, что, может быть, у него телефон был золотой или айфон 12, которого еще нет в природе. Нет. Им нужны были записи. А в чем его обвиняют? Его обвиняют, вернее, начинают investigation, начинается расследование. У нас не так все быстро. Possibly, видите, как аккуратно пишут заголовки. Возможно, за нарушение закона. Какого же он нарушил у нас такое? Значит, вот это сенатор Ричард Борр, республиканец Северной Каролины. Временно, stepping down, уходит с поста председателя комитета по разведке Сената. Потому что investigators, блин, как сказать investigators по-русски. Потому что федеральные следователи, о, Следственный комитет, блин, как я не догадался. Следственный комитет смотрит на то, как он продавал вообще свои акции. Он и его wife, что по-русски жена. И это примерно, эти продажи были примерно в то же время, когда Конгресс начал получать брифинги, вот эти известия или секретные новости о том, какой эффект вот этот COVID-19 окажет на стороне. Вот. И это называется insider trading. Его в этом подозревают. Что значит insider trading? Я думаю, многие из вас знают. Но для некоторых, кто не знает, повторю. Напомню, вернее. Это когда ты хочешь покупать или продать, скажем, ценные бумаги какой-то компании, допустим, заранее обладая какой-то информацией, которая вообще людям еще пока неизвестна. То есть это будет в завтрашних новостях, может быть, или в послезавтраке. А ты каким-то макаром узнал об этом раньше и решил купить или продать стаки на базе этой информации. И вот это именно то, в чем обвиняют Ричарда Берра. То есть он типа слушал вот эти брифинги о том, что COVID-19 может оказать существенное влияние на экономику. Экономика пойдет резко вниз. А если экономика пойдет вниз, значит, акции компании пойдут вниз на биржи, цены их. И что надо делать? Правильно. Надо продавать. Надо продавать эти акции. Сейчас, пока еще они не упали в цене. И вот он с женой продали. На 1.7 миллиона долларов они продали акции. Сейчас говорят, что благодаря тому, что они тогда продали. Потом, конечно, экономика пошла вниз. Они сумели уберечь или спасти 250 тысяч долларов примерно. То есть на 250 тысяч долларов их активы были бы меньше, если бы они не продали. А они продали, поэтому их денежки как лежали в банке или где-то там, так и лежат. Понимаете, они не попали. Они не потеряли. Сейчас, конечно же, Ричард Бёрст стал говорить, что я, в общем, это сделал не на основании каких-то секретных данных, которые в Конгрессе были, а на основании вообще общих новостей, которые по телеку показывают. Плюс он еще сказал, я сейчас смотрю CBS Asia, азиатскую трансляцию CBS новостей, которая специально азиатская. И, мол, там проскользнула информация, благодаря которой я решил продать. Он, кстати, был не один. Не только он. Были еще какие-то сенаторы, какие-то конгрессмены, конгрессвумены, которые тоже это делали. Но у них как-то все, во-первых, поменьше размера, а во-вторых, у них, они сейчас заявляют, что это не мы продавали. А это продавали их, те брокеры, финансовые консультанты, которые занимались их деньгами. Есть у нас такая тема, как Personal Wealth Management. Wealth – это богатство. Когда у вас появляется какая-то серьезная сумма денег, ну, скажем, 500 тысяч долларов, вы можете нанять человека, не самому там решать, о, я куплю эти акции, эти акции или продам, или куплю, потому как вы можете не уследить, вы этим не занимаетесь постоянно, вы можете пролететь, короче говоря. То есть нанимают таких финансовых консультантов, которые работают как менеджеры ваших денег. Они покупают для вас, они продают, они сами принимают решения. Так вот, вот это было, есть еще какое-то количество людей в Конгрессе, по-моему, и в Сенате тоже, которые тоже что-то покупали, продавали тогда. Но они сказали, это не мы, это продавали наши консультанты, мы даже не знаем о том, что они делали. То есть они всегда покупают и продают, что они хотят. Ну, а вот этот Ричард Берн сказал, он, видно, сам покупал, продавал, и он сказал, что я на основе общеизвестных данных это все сделал. Это, как говорится, big deal. Это вообще, во-первых, это огромная редкость, чтобы человек, который был сенатором или конгрессменом, в этом подозревался. Скажем, в этом могут подозреваться работники каких-то банков, где есть информация о чем-то, где есть как бы отделение, которое, брокеридж, которое занимается трейдингом, продажами, покупками, продажами финансовых продуктов. Вот. Это просто может быть брокеридж-компани, какие-нибудь хедж-фонды. Это может быть ситуация, или была когда-то ситуация, когда какой-то конгрессмен был в board. Board по-русски это в правлении какой-то корпорации. И на одном из заседаний он узнал, что там дела в корпорации идут плохо. Он сказал своему сыну, сын там что-то продал. То есть он получил там, по-моему, два года за это. Тюрьмы. И такие ситуации более часто, то есть, скажем, на уровне корпорации. То есть у вас есть доступ к информации какой-то, инсайдеровская информация, да, по какой-то корпорации, поэтому вы принимаете решение или кому-то говорите купи-продай. А тут вообще, блин, это же государственные секреты. И ты принимаешь такие решения. В общем, все обалдели, все удивлены. Это, конечно, будет длиться несколько месяцев, вот эти разборки, разбирательства судебные. Но это, конечно, такой случай, которого практически никогда не было. Я слышу тут по радио, говорят, о, а что же можно с этим делать? Как им не стыдно, или как это можно сделать? Я не понимаю, в чем вообще проблема. Если бы они мне позвонили и спросили, что делать, если бы мне, например, завтра позвонит, ну, скажем, Митч МакКоннелл, он лидер большинства в Сенате, да, республиканин, кстати, если он мне позвонит и скажет, Яков, дай мне совет, что мне делать, как это остановить? Это же нехорошо. Ну, конечно, то есть, если подвести верблюда к воде и сказать ему не пей, то, может, верблюд все равно будет пить, да? Вы можете так ответить, но я скажу нет. Если бы мне Митч МакКоннелл позвонил, я ему сказал, Митч, это элементарно. Я ему сказал, Митч, ты знаешь, что я работал программистом много лет в разных компаниях, работал консультантом, работал как служащий и, в частности, в финансовых компаниях. И я ему сказал, Митч, а спроси теперь меня, Яков, а что тебя больше всего раздражало, когда ты работал на этих проектах? И я тебе отвечу, Митч, меня раздражало больше всего, что меня заставляли заполнить бумагу и доложить им все свои счета в банке и все акции любых компаний, если какие-то брокеридж-компании были, если я где-то, у меня есть брокеридж-аккаунт, и там есть какие-то ценные бумаги, там акции, скажем, IBM или Microsoft или еще кое-нибудь, я обязан, во-первых, им доложить. И если я решу продавать или покупать, то это я могу делать только через них, написав заявление, которое они будут рассматривать, и примерно через месяц они мне дадут, например, разрешение купить или продать что-то. Если, понимаете, благодаря этому они фактически убивают возможность использования инсайдерской информации. Например, я работал на проектах, которые занимались там трейдингом, да, через наши системы там что-то покупали, продавали. Я не говорю, что я там что-то знал такое секретное. Но если бы я да, знал, тогда, особенно если взять там начало 2000-х годов, популярно было что? Популярно было, популярно было day trading, да? Утром встал там онлайн раз-раз, посмотрел, похоже, это пойдет наверх, дай-ка я прикуплю. Через 15 минут я уже продал, там заработал чуть-чуть или потерял чуть-чуть. Вот такие вещи. Так вот, чтобы остановить вот такой day trading, то вот это как раз и работало. То есть меня заставили бы, как они заставляют всех работников банка, где есть brokerage division, они бы сейчас, они могут сделать то же самое в Сенате. И если бы Сенатор не имел права продавать вообще ничего без задержки, без получения разрешения, скажем, от Сената, просто если бы им сказали, вы можете продавать и покупать все, что вы хотите, но только через 30 дней. Все, теряется смысл. Он сегодня узнал новость, у него появилась инсайдеровская информация, ну и мы его поздравляем с этим. Если он скажет, о да, вот эта компания пойдет вниз, надо продать. Он пишет заявление на продажу, он говорит, окей, через 30 дней. А через 30 дней мир уже будет другим, ситуация другая, может он уже не хочет продавать, понимаете? Поэтому покупка или продажа таких ценных бумаг была бы только благодаря своему анализу какому-то. Вот он что-то прочитал в новостях, хотя если вы уже что-то в новостях, так вы уже опоздали как бы. Ну не важно, вы могли все равно держать деньги в ценных бумагах каких-то компаний с хорошей репутацией, но это не было бы мгновенное решение, потому что вы что-то услышали, понимаете? Ну вот, так что мы за этим будем наблюдать. А пока что, а пока что мы с вами расстаемся ненадолго, ненадолго до завтра. Сейчас чудная погода, и я собираюсь с женой сходить в Централ Парк, чего и вам желаю. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok